Так, я Руслан его написал сейчас. У меня его не высвечу, я его найти не могу. Знаете, федал вообще звонок и хватит, все, он там видный, он здесь. Что у вас тут такой забалаган? Алло, Руслан появился, слава богу. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Так, ну, что тут у нас это самое, то есть мы тут все копаемся в одном и не можем никак вырулить. Я что спросил по поводу этого стримера, то, что получается у нас от катушки, то есть Tesla так называемый. Мы все время думаем, что это какая-то трансформация, генерация и тому подобное. То есть надо немножко, чуть-чуть спуститься с небес и подумать о том, что происходит, да, длинная катушка и внизу индуктор, да, то есть и который тоже располагал Tesla, чем дальше, тем лучше. Он это просил всегда сделать. Так вот, происходит торможение среды, то есть ионизация воздуха, да, то есть и, естественно, импульсы, которые сильно идут, они как раз и возбуждают вот эти все атомы, которые вокруг и создают эту энергию. Теперь вопрос, как ее слить, да, то есть снять ее вообще как таковую, потому что, ну, то есть она довольно сильная. Вот тот же Васмус, если посмотреть видео, там, эти все, которые там он выкладывал, тут последние видео он выкладывал один ночью, там, точнее не ночью, а вечером поздно, там уже солнце зашло, ничего не видно. Я думаю, что вы видели, там, насральники уже выложили, там, его эти видео. И второе, которое, где он уже там на траве все это дело экспериментировал, все ищут там, как его, там, это самое поймать, да, то есть на каких-то аккумуляторах и тому подобное. Никто не может объяснить, откуда вообще эффект, что такое происходит. Ну, это атом, в принципе, это атом. Атомы имеются везде, то есть практически во всем. И сама по себе природа электричества, это природное явление, оно не, скажем так, его не человек создал, это природа делает. И, соответственно, все электроны, ионы, протоны, вся эта, как говорится, все это сборище, оно лучше себя, наверное, все-таки чувствует в природе, а не в розетке нашей, да, где мы искусственно вырабатываем электричество и получаем из него полезную энергию, так сказать, то, что мы пытаемся там запитать что-то там, да, то есть это уже сила тока и тому подобное. Вот, что хочу сказать, что вот сейчас разрабатываю специально, я даже несколько видео уже снял и потихоньку все буду клеить скоро, да, то есть время идет, конечно, и все медленно движется, к сожалению, к многим, да, то есть по той причине, что есть еще другие дела, которые надо делать и они не требуют отлагательств, поэтому медленно все, медленно. Руслан, можно? Но стараюсь, да, да. Вот смотри, можно вопросы? Ты начал про Теслу говорить, подожди, твой генератор работал от наноимпульсов, помнишь, ты говорил, что он тебя заколебал, ну вот, ну а при чем тут наноимпульсы вот эти вот и ионизация среды? Сейчас разговор идет вот за катушку, ты, она работала при наноимпульсах, давай откажемся немножко от качеров, от Теслы, и вот рассмотрим вот такую структуру. Наноимпульсы? Да, наноимпульсы. Я намечивается, что интерес у нас самой катушки. Вот я все время стараюсь у тебя спросить, ты вот действительно разобрался в этой катушке, как ты ее мотаешь, потому что сначала у тебя была одна долгая, потом ты начал делать сам, вот какой провод, вот метод наладки, вот это вот дело. Сейчас расскажу. Да, да. Сейчас расскажу. Значит, по поводу наноимпульса. Наноимпульс то же самое, да, то есть ионизация воздуха происходит в любом случае, да, то есть мы просто это не видим. Наноимпульс это высоковольтный импульс с одним полупериодом, то есть практически это не постоянное, не переменное напряжение. Он просто бомбит в этот момент, возмущая в среде довольно большое количество электронов, ионов, да, то есть, ну там это как бы атомарный процесс, я его весь пересказывать сейчас не буду, он происходит, да. В связи с этим происходит и, скажем так, всплеск этого всего. Начинают вырабатываться электроны, которые начинают очень быстро бежать. Вот, и, естественно, движение электронов и вызывает у нас сам электрический ток. Вот, но, значит, по поводу наноимпульса, почему меня достал там свое время, да, то есть я повторял схему Белкина, там этот КТ-926 транзистор задолбал слишком, да, он вылетал постоянно, потому что, ну, напряжение снижать, напряжение питания снижать на нем нельзя было, да, то есть, а это очень сказывалось на импульс, то есть там нельзя было настроить толком четко, да. Вот, а повышать напряжение до 150 вольт, это было глупо, то есть там было где-то 135 вольт, я держал практически руку на пульсе, да, то есть вообще держал его практически в таком режиме, Когда он просто на грани вылета был Ну хорошо, понятно, Руслан Тут это же понятно Ясно, вам интересно Как катушка моталась Ну смотрите Если не брать Этот самый Во внимание тот кабель Который там намотан Сама катушка по себе Берете трубой кусок Это где-то приблизительно 21 сантиметр 50-ка 50 миллиметров у нее Берете проволоку Провод точнее Обычный бескислородная медь Желательно Я думаю, что продажи должны быть У нас в Латвии тут есть Специальный магазин Они все бескислородной медью торгуют В частности Бескислородная медь должна использоваться В проводах, которые мы Используем для квартиры Там в проводке То есть медные провода Многожильные Там тоже бескислородная медь должна быть Если, конечно, не с халяви Я не знаю, как в России, конечно Сейчас с этим делом Но вот у нас точно За этим строго следят Потому что она же окисляться начнет Если там будет присутствовать Какие-то там неправильные сплавы Бескислородная медь не окисляется Она Это самое Берете, в общем, этот провод 21 где-то сантиметр У меня трубка Да, то есть Ну, то есть Это место, куда наматываться будет Все И вот мотаете Значит Не важно, в какую сторону Мотать начинать Да То есть важно соблюдать Правила такие Да То есть вот по порядку Значит, берете вот эту гранату Капанадзовскую Да Почему он ее так сделал Сейчас немножко так поясню Дело в том, что там Выделяются только пиковые уровни Да То есть И очень низкая Практически равна нулю Это Индуктивность Да Она там Ну, какая-то будет Но она очень маленькая То есть там Из-за этой гранаты Она друг друга не компенсируется Потому что не наматывается Друг на друга в другую сторону Поэтому такая фигня Но это Это и не важно Главное, чтобы там Она максимально Низкая была Да То есть Там 0,2-0,3 микоген Или там получается Даже там Я так наизусть не помню Но Маленькая Очень маленькая У нее Индуктивность В общем Мотаете в одну сторону 21 сантиметр То есть Начинаете Мотаете Виток к витку В одну сторону Затем Возвращаетесь Мотаете в другую До конца Да То есть два слоя Вот эти вот Два с половиной квадрата Вот То есть туда-сюда Только Ну все в одну сторону То есть продолжаете Просто как говорится Катушку Дальше Значит Берете линейку И отмеряете Ровно половину Чего вы намотали Да Берете Резко Заворачиваете Значит От конца Провод Тянете его До середины Вот именно До середины Отмеряете До середины Дотягиваете И начинаете Намотку В другую сторону Уже Не в ту Которую мотали А именно В другую В противоположную Мотаете Тоже два слоя Да То есть Два слоя Намотали Там получилось Та же самая История Что первый слой Да Только два слоя Тех же Одинаково Мотаете В другую сторону Дальше Что Еще раз Отмеряете Середину И мотаете Третью Получается Вторая граната Да Ну третья Это самая Бумбочка Она становится Маленькой То есть Половина той Которую Мотали Второй Да И тоже Два слоя Вот Затем Резко Уже Последний Когда намотали Все Вот эти Два слоя Последний Возвращаетесь Назад Этим Проводом И Уходите На Через трубу Он идет К Первоначальному Так сказать Началу Катушки Да То есть К началу Катушки И вот У вас Два конца Вот такая Граната У вас Получается Вот Это Самый Лучший Способ Запустить Эту систему Потому что Эта катушка Идеально Работает В принципе Это все То же самое Что на схеме Приводится Ну там Приводится Да То есть Там Немножко Запутано То есть Я просто Рассказываю Словами Как я Мотаю Они у меня Все работают Я получил Да Как раз Как раз Здесь Прям Поехали Мы тут Голову Ломали Отмеряли Длину Провода Вымеряли Ровно Его середину И мотали Получается У тебя Гораздо Проще Ты просто Мотаешь И линейку Потом Меряешь И все И не важно Совершенно верно Совершенно верно Не надо Ничего Отмерять Это Ребят Это ситуация Такая То есть В этой технологии Знаете Что используется Понятие Которое Может быть Глупо Ну Такого Понятия Практически В теории Нет Но Поскольку Мы Будем Разговаривать Понятным Языком То это Волновой Резонанс То есть Вы берете Вымеряете Например Я сейчас Расскажу Немножку Порядок Настройки Вся Этой Системы Да То есть Вкратце Так Будет Довольно Трудно Все Это Надо Рисовать Но Постараюсь То есть Так Это Быстренько Значит Смотрите Самое важное Два с половиной Квадрата Провод Мы Помним Что Длина Волны Равна Длина Провода Длине Провода Коэффициент Укорочения Здесь И там Намотки И тому Подобное Здесь Не играют Роли Вообще Да Мы Что Делаем Мы Делаем Передатчик Это На сегодняшний Момент Тесла Которая Кальчером Бомбит И Возбуждает Среду Электроны Ионы Протоны И тому Подобное Все Это Летает Воздухе И мы Приемником Вот этой Катушкой Снимаем Это Все Что Происходит Значит Что Мы Снимаем Чтобы Это Максимальная Антенна С коэффициентом Максимального Усиления Была Надо Знать Значит Пропорции Такового Такового Рода То То В первую Очередь Катушка Мотается Вот У меня Конкретно У меня Моталось 37 С половиной Метров То есть Учитывается От Конца До Конца Провод Вот Намотано 37 С половиной Метров Торчат Провода Это Тоже В принципе Считается Все Дальше Вы Удлинять Там Будете Укорачивать Желательно Не Больше Чем На Сантиметров Двадцать Удлинять Это Чтобы Не Съезжать С Того Резонанса Потому Что Мы Учитываем То Что Катушка Практически Бифиляр И Это Означает Что У Нее Нет Индуктивности Практически Нет Она Будет Там Небольшая Но Это Просто Фигня Это Не Является И Там Посередине Будет Пик Да То Пик Где Она Будет Входить В резонанс То Из-за Того Что Она Практически Бифиляр Можем Так Назвать У Нее Будет Место Где У Нее Волна Появляется Все Остальное У Нее Естественно Там Ну То Мы Выловить Пучности Все Остальные Мы Не Можем Получается Ситуация Такая Надо Рассчитывать По Длине Волны То Есть 37 С Половиной Метров Это Четверть Волны Нашего Высоковольтного Генератора То Есть Надо Не Забывать Да Потому Что Если Полностью Смотреть На Катушку Там Четыре С лишним Мегагерц Получается Или Даже До Пяти Нам Надо Получить Значит Четверть Волны Четверть Волны У нас Там Даже Четыре Там Даже Больше Получается Нам Надо Четверть Волны Получить Это Два Мегагерца Да Вот На Этой Частоте Должен Работать У нас Нано Импульс Катчер И Все Все Что Ну С Нано Импульсами Там Мощности Большой Не Получилось Там Надо Потом Будет Это Изучать Вот С Катчером Попроще Немножко Да То Он Это Может Обеспечить Главное Чтобы Два Мегагерца Катчер Надо Получить Но Именно Не С катушки С тесты Да А Получить Значит Получить Именно С антенны Которые Вокруг Облучают Эту Катушку То Есть Если Облучение Идет Там Через Скажем Так Если Облучение Просто На любой Частоте На Какой-то Там Левой То Мы Не Получаем Этой Волны Вот Пучности Эти Которые Должны Застрять В этой Катушке И Заполнение Вот Эти Которые Пойдут Там Мы Их Не Получим Если Не Будет Точно Четко Настроена Частота Вот Это Самое Главное Вот Руслан Вообще Такой Вопрос Который Дмитрий Да По поводу Как раз Этих Частот Вот Смотри Там У катушки У нее Своя Частота Звона Будет Ну Так Скажем 1.6 Мегагерца А у Индуктора У индуктора Так как он В 4 раза Меньше У нее Соответственно Будет В 4 раза Больше Частота Сейчас Объясню Сейчас Объясню Забудьте Про звон Про весь Этот Весь Да И все Тут В данном Случае Волновой Резонанс То есть Нету Такого Понятия Но Будем Говорить Давайте Придумаем Это Понятие Да И будем Говорить Чтобы Понятно Было Что мы Провода 37.5 Метров Это Четверть Волны Да Четверть Волновый Четверть Волновый Резонатор То есть Он Резонирует То есть Получается Так Что Вот эти 2 Мегагерца Четверть Волны Это Надо На него Наводить Чтобы Эта Катушка Была В резонансе Волновом То есть Она Максимально Отдавала От себя Могла Работать Максимально То есть Возникают Волны Внутри Этой Катушки Которые Мы будем С вами Заполнять Да Дальше Рассказываю Значит Индуктор Который Сверху Мотается Так Называемая Индукционная Печка Да То есть Ее Там Это Сам Это Токовый Токовый Трансформатор Обычно Его Мотают Половина Волны То есть Половина Длинные Катушки Намотанной То есть Если 37,5 Сантиметров Метров Точнее Провода Да Делим Просто На два И мотаем Индуктор Да Индуктор Мотается Тоже Интересно Да То есть Мотается Он В принципе В другую Сторону Да То есть Противоположную Этой Самой Но Можно И в ту же Сторону Мотать Это Не важно То есть Фазировка Здесь Не важна Абсолютно Да То есть Там уже Просто Будете смотреть Как перевернуть Провода Фазировка Будет важна На съемной Катушке Через которую Будете пропускать Энергию Вот Значит Что происходит Надо Намотать Первый слой Затем Резко Вернуться И в ту же Сторону Намотать Другой слой Не бифиляр Это Ну то есть Это Такой Весьма Интересный Бифиляр Но он Мотается Все Продолжением Просто Посередине Будет провод Вот Да То есть Загогулино Это будет Ну то есть Сверху Услан Сверху Выложить Да Он сверху Кладется И дальше Мотается Обратно Да То есть Не 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 Это индуктор Да То есть Дальше Что происходит Конденсатором Подбираете Резонанс Но опять же Смотрите Вот значит 37,5 метров Волна 2 Мегагерца Да Это Качер Значит Мы Немножко Далеко Забежали Ну ладно Значит Следующая Следующий Этап Вот Эта Вот Индукционка Которую Мы Сделали Значит Частота Ее Не может Превышать Сотую Гармонику То есть 20 Мегагерц Фу Килогерц Боже мой 20 Килогерц Должна быть Накачка Да Тогда Получается Фронты Совпадают По сотой Гармонике С Гармониками Работы 2 Мегагерц Этой Самой Качера Да То есть Который Будет Облучать В этом Случае Вы сможете Все это То есть Не будет Бороды Которая Там возникает Из-за того Что там Холодное Электричество Вместе С Нашим Современным Да То есть И там В общем На стилограмме Полный Бред Показывается Да Плюс Эти пики Вылезают Это Как раз Ругается Катушка Бифиляр Съемная На которую Вы Это Самое То есть Она Показывает Эти пики Где Должны Быть Пучности И где В принципе Должна Собраться Самая Главная Частота 2 Мегагерца Которая Получилась У нас При Расчетах Так Вот Что еще Надо Сделать Порядок Настройки Всей Этой Системы В первую Очередь Мы Делаем Значит Эту Съемную Катушку Мотаем Этот Индуктор Но Сперва Лучше Его Не Мотать Сперва Вообще Проверить Как Что Работает Значит Мотаем Толстым Толстым Проводом И Желательно Вообще То есть Я Вот Сейчас Качер Намотал Этой Самой Шиной Шина Мне Не Понравилась Слишком Маленькая Мощность И С шиной Там Проблемы Я Взял Намотал 0.75 Этот Самый Провод Взял В Изоляции Изоляции С изоляцией Намотал Качер Количество Витков Там Не Имеет Значение То есть Имеет Значение То На какой Частоте Это Работает То есть Нам Надо Отматывать Или Доматывать Это Уже Тесла Тесла Вообще Весь Этот Процесс Задает Да Все Остальное Мы Должны Подстраивать Под Теслу Поэтому Как Сделано У Акулы У Акулы Работает Качер Обыкновенный Качер Да Ничего Там Сверхъестественного Нет Качер Не Тормозится Ничем Он Просто Тупо Работает Он Дает Пачки Импульса Как Добиться Того Чтоб Он Это Делал Да То Есть Это Тут Надо Повозиться Мотаете Значит Либо Обычным Проводом Но Тогда Вам Надо Сделать Так Чтобы Емкость Катушки Теслы Не Позволяла То Есть Ну Межвитковая Емкость Вот Это Да То Лучше Мотать Совместно Там Взять Леску И Мотать Потом Сматывать Леску Да То Это Неудобно Можно Там Все Разъехаться Но Надо Постараться Чтобы Емкость Сократить Чтобы Можно Было Поднять Частоту И Не Потерять Мощность Качера Да То Потому Что Мощность Тут Будет Тоже Важна Чем Больше Вы Киловольт Раскачаете Качер Тем Больше Мощности Вы Получите На выходе Вообще Все Установки Это Самое Главное Вот Ситуация Дальше Значит Мотаем Качер Добиваемся Что Он Дает Там То Не Просто Пустой Качер Где Фитонка Появилась Там На Конце Да То То Есть Он 2 Мегагерца Подключите Антенну Сразу Вся Уползет Частота Вниз Черт Твою Мать Там Все Убежит И Все И Начинается Геморрой Вот Тут Все Попадаются Начинают Подключив Антенну Начинают Бомбить Как Оно Есть Акула Как Раз На Видео На Порядке Настройки Как Раз Там Путал Мозг В этом Случае Да Специально Чтобы Никто Не Попал Куда Надо Рассказываю Значит Ну То Что Я Наблюдал То Я Вам Рассказываю Сейчас Да То Что Я Выяснил Как Оно Работает У Меня Она Заработала Я Тут Сейчас Марафет Навожу Тут Вкручиваю Как Надо Все Клею Чтобы Вообще Было Красиво Все Как У Него Сделано Он Знал Что Делал Он Сразу Собирал Потому Что Знал Он В Элементной Базе Много Чего Не Может Понять Вот У Нас Тут Олег Сидит Олег Высокого Класса Инженер Он Там Много Чего Знает По Поводу Как Создать Какую Плату Генератор Все Такое То То Есть Вопрос Можете К нему Задавать Он Очень Много Помогает Значит Вернемся К Настройке Значит Делаем Так Делаем Качер Чтобы Он Где-то Давал Нормально То есть Нормальный Разгон И при этом Не терял Мощности Делаем Эту Антенну И делаем Вот там Феррит Он Делал То есть Видели Наверное На установке Феррит Такой Как бы Намотана Встречная Катушка И Там Домотка Еще идет Несколько Витков Проводом Это Он Настраивал Чистоту Бифиляра Именно Это Он И Делал Вот С Этим Вам Придется Повозиться Будет Геморрой Но Надо Поработать Чтобы Получить Результат Надо То есть Болтать Мы можем Много А вот Именно Вот С Этим Делом Многие Вот Я тут Троим Рассказывал Как Это Делать То есть Они Там Намудрили То есть Пытались Там Это Самое Получить В общем Дальше Значит Вы Это Все Делаете Добиваетесь От Того Что Подключенная Антенна На Антенне Появляются Вот Эти Ваши Мегагерц Там Сколько У вас Получается Бифиляр На На Выходе Бифиляра Подключаете Лампочку Извини Перебью Ты Немножко Отвлекся И У нас Как Сказать Ушло Мы Пропустили Важное Ты Сказал Когда Подключаешь Тесну К этой Системе У нее Сразу Убегает Частота И Дальше Ты Ушел К Тема То бишь Ты Говоришь Вот Надо Я Рассказываю Хорошо Скажи Мне Пожалуйста Надо Ее Добиться Чтобы Она Все Так Сошлась Частотой Да Конечно Я И говорю Что Надо Добиться Того Чтобы На Антенне Появилась Та Частота Которая Нужна Вашему Бифиляру Которую Вы Намотали Вот Этой Катушке Волшебной Да Вы Должны Получить Именно Вот Этот Момент Никакой Другой То Как Плюс Минус 60 100 Килогерц Вы Уходите Система Не Работает Вот Как И Начинается Билиберда Вот В чем Вообще Вообще Косяк В этой Все Системы То Что У нее Нестабильность Идет По Вот Как раз По этим Килогерцам 100 Килогерц Уход Все Не работает Вообще Ничего Нет Ничего Не совпадает Вот Вот Как Васмус Делал Да У него Вообще То есть Этот Туннельный Резонатор Как он Называет Но Это Какой-то Хрень Какая-то Да То есть Он Придумал Просто Сам Выдумал Нет Такого Понятия Но Туннельный Резонатор Следит За Теслой И Подстраивает Уже Второй Генератор Под Эту Теслу Вот У Акулы Нет У Этого Ничего Да Он Как Делал Просто Все Вот Так Вот Как Оно Есть Да То Есть На Шару Если Чуть Дыхнешь Оно Поползет Это Уже Вы Потом Будете Свои Инженерные Решения Сами В этом Деле Включать Да То Подстройка АПЧ Делать Там Где Оно Будет Подгонять Акула Прекрасно Это Все Знает Что Это Надо Для Того Чтобы Система Работала Он Когда Демонстрировал Там Ребятам Эту Свою Установку Кто Туда Ездил Там Тигр Или Кто Там Да Он Там Подстраивал Этим Ферритом Чистоту Да Чтобы Попасть Скажем Так На Правильную Чтобы Система Дала Все Весь Киловат Там С лишним Сколько У него Там 5 штук По 230 Ват Засунуто Хотя Не знаю Вот Потому Что Система Как Только Уйдет Кратность Частот Разбегается И Как Только Уходит Частота Бифиляра То Есть Тесла Начинает Облучать Не на той Частоте Пучности Не там Возникают Ребята Вот В чем Дело Нам Надо Создать Именно Правильные Пучности И Вот Порядок Настройки Значит Делайте Так Делайте На эту Частоту Бифиляра Все Добились Например 2 мегагерца У вас На антенне Как это Померить Ну Просто Щуп Остелографа Если Остелограф Частоту Показывает Рядом Касаться Не надо Рядом Не касайтесь Дряни Потому Что Остелограф Прикажет Долго Жить Вообще То есть Да То есть Этих Высоковольтных Импульсов Техника Боится Жутко Не надо Это делать Даже Если Хорошие Щупы Вот То есть Короче говоря Поднеся У меня есть Тестер Кстати Маленький Олег Посоветовал Я купил Маленький Тестер Который Просто Рядом Держишь Он Показывает Точно Точно Частоту Которая Идет Это Самое Потом На видео Покажу Вам Вот Значит Что Происходит Когда Вы Значит Подносите Эту Смотрите Частота Все У вас Все Получилось На выходе Этой Катушки Которую Вы Намотали Подключайте Лампочку Ватт В 25 Она Должна Засветиться В принципе Да Но Вопрос Где же Опорная Да Что Ей Надо Подключить Какую-то Землю Вот Тут Опять Значит Следующий Этап Земля Земля У Акулы Это Где-то 22 метра Кабель Да Дальше Забита Труба Там Не знаю Метров 5 В землю И он Ее там Постоянно Подбивает Там Молотком Да Кувалдой Загоняет Туда Потому Что Там Во-первых Вода Течет Постоянно Во-вторых Труба Не Не Рассчитанно На Это Она Гниет Быстро Очень Все Поэтому Он Там Говорит Что Земля Быстро Разрушается Ничего Там Не Разрушается Там Разрушений Никаких От Генератора Не Поступает Там Просто Тупо Съедает Металл Окисляется Очень Сильно Потому Что Там Все Течет Но Все Равно Земля У него Очень Хорошая Вот Значит Вот Следующий Этап Прицепляете Земляной Конец На Тот Вывод Где Идет С последней Гранаты Он Через Трубу Проходит Через Трубу И Доходит До Конца Вот За Этот Конец Цепляете Землю Вот Эти Акулина Объяснение По поводу Как Землю Звонить Прицепляя Там Эти Источники Генератор За один Конец За второй Остелограф И Катушка В воздухе Висит И Это Все Там Он Находит Забудьте Про Это Это Бред Собачий Это Уводит Вас Всех В сторону Вы Там Будете Очень Долго Это Все Искать Ничего Не Найдете В итоге Вообще Это Все Фуфло Это Вообще Просто У него Приборы Заземлены Это Уже Другим Заземлением Представьте Что там Проходит Через Все блоки Питания Звоны И тому Подобное Там Помех До хрена И Ничего Там Хорошего Не будет Там 50 Гц Гуляет Которые Кстати Говорят Тоже Я По поводу Земли Сейчас Немножко Отвлекусь Значит Земля Должна Быть Четкая Да Именно Земля Не щит Электрический На котором Присутствует Потенциал И Ноль Там Черт Знать Чем И Земля Не должна Быть Соединена Ни с Какими Источниками Нулями Батареями Отопительными И тому Подобное Я Почему Предостерегаю Вас Сразу На Отопительные Батареи В домах Там Многоквартирных По той Причине Что Многие Туда Цепляют Вы Не Знаете Что Там Сосед Прицепил Ваш Вот Я Например У себя На старой Квартире Знаю Что Туда Может Сосед Прицепить Да И Что Он Не Может Прицепить У Меня Там Такие Соседи Которые Пожилые Там Хрен Там Ну Я Просто Знаю Что В доме Радиолюбителей Нет И Что Батареи Никто Ничего Не Цепляет Поэтому Я В принципе Был Уверен И В принципе У меня Работала Система На Батарее Правда Один Прекрасный Момент Летом Где-то В конце Лета Перестала Работать Почему-то Запускаться Ну Я у Сантехников Спросил Что они Там Сделали А они Оказывается Пластмассовые Трубы Туда Сандалили Ну Я Конечно Пришел Поумничать Я говорю Вы Понимаете Что Надо Теперь Соединить Заземление Да То есть Потому Что У вас Получается Вся Централь Весь Дом Висит Просто В воздухе Вот Я Заставил Это Сделать Они Заземление Сделали Да То есть И в итоге Я Опять Выигрыш Да То есть Моя батарея Опять Работает Как Заземление Но Опять Ж Мощность Там Вот Этой 200 Ватт 500 Ватт Установки Она Там Да Она Там Работает На Эту Землю Но Это Фуфло Потому Что Я Знаю Что На Батарее Там Все Равно Какой Должны Кратно Совпадать А Когда Появляется Какая-то Дрянь В Заземлении Или Какие-то Вибрации Да То есть В этом Деле То Это Мешает Не Сильно Но Оно Что-то Происходит Да То есть Снижает Мощность И тому Подобное Вот Такая Вот Капризная Система Вот Что Происходит Дальше Цепляет Заземление Заземление Обязательно Загоняете Во дворе Или Просто Под домом Загоняете Трубу Там Метра на Четыре Прицепляете К ней Провод И Закапываете Нафиг Это Все Вон Этим Самым Там Не знаю В землю Да То есть Как Я В принципе Это Сделал На Старой Квартире Протянул Провод Это Самое Через Весь Дом Через Щитки У меня Получилось Где-то 25 Метров Вот То есть Вы берете Эти 25 метров Например Ну Я К примеру Говорю То есть Надо Каждому Будет По-своему Настраивать И Эти 25 Метров Подключаете К Системе То есть Вот К этому Бифиляру Да Подсоединяете И Смотрите Куда Ушла Частота Да То есть При Подсоединении Вот Этой Вот Фигни Лампочка Может Загораться Ну То есть Она Уже Будет Она Загорится Но Она Может Быть Тусклой Тускло Светиться То есть Частота Может В этом Случа Понизиться Это Вы Сами Понимаете Потому Что Земля Конечно То есть Этот Провод Он Тоже Будет Являться Как Катушка Как Кусок И Вот Тут В данном Случае Надо Что Сделать Надо Подстраивать Опять же Катер Да То есть Опять Доматываем Доматываем Несколько Там Виточков Да То есть Сколько Там Получается Значит По Мегагерцам В В Принципе Там Ну Где-то Проволоки Получается Где-то Но Метров Ну Там Просто Вот Как У Акулы Красным Видно То Что Он Доматывал Туда Да То есть Несколько Витков У нас Может Получиться Так Что Придется Доматать Еще Немного Да То есть Я не знаю То есть Точно Ну Метров Наверное Пять Точно Придется Доматать Надо Смотреть Настраивать Это Все Требует Настроек И Вот Когда Вы Увидите Что Лампа Максимально Загорелась Ярче В этом Месте Да То есть Она Загорится В любом Случае Да То есть 25 Ваттовая Лампочка Может Загореться До такой Степени Что Даже Перегореть Это Значит Что Вы Четко Настроили Вот Вы Получили Эффект Да Вот Теперь Когда Вы Все Это Получили Дальше Мотается Горшок Так Называем Мы С Олегом Горшок Называем Но Это Этот Самый Значит Феррит Обычный 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 Феррит У Старых Телевизоров 25-75 Килогерц Да То есть У него Вот То есть Берете Вот такой Феррит Можно От монитора Даже Взять Обычного Там Это Не обязательно Телевизор Подолбать Можно Взять Монитор Мотаете Мотаете 2,5 Квадрата 28 Виточков 26-28 Это Будет Катушка Значит Разгона Энергии То есть Напряжение Начальное Через Бифиляр И Мотаете По Там Если У вас 24-х Вольтовая Система Значит Мотаете 24 Витка То есть Плечо На 12 Делите 12 Плюс 12 Мотаете Все В одну Сторону Просто Разделяете Потом Да Многие Там Мотают Потом Пуш-пул Сгорает Не могут Понять Почему Потому что Противофазе Намотали Ни в коем Случа Вот Но это Я конечно Так К слову Сказал Я не думаю Что вы Глупые Такие Чтобы Такой Ерундой Сниматься Вот Значит Ну Надо Понимать Что 12 Витков Это 2 Виток 2 Вольта Да То есть Получается Значит Три Витка Это Идет Резонансная Катушка Этого Значит Индуктора Про индуктор Я уже Говорил Да То есть Берете Мотаете Половину От Катушки Обязательно Померьте Провода Это Делает Капанадзе Это Делает Все Это Делал Тесла Да Он Использовал Стоячие Волны Вот И вам Надо Сделать Все По Волновому Так Сказать Резонансу Да Глупое Конечно Выражение Ну Я Говорю Просто Для того Чтобы Понимать Что Мы Тут С Вами Творим Да 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 Ты Сейчас Последний Рассказал И у меня Мозг Заклинил Рассказал Рассказал Как Мы Мотаем Эту Чашку Потом Обязательно Мерите Провода Я Что-то Опишу Сколько Обмот Нет Хорошо Я понял Что Я Переключился Быстро Хочется Все Быстро Сказать И Так Сказать Спутаешься Сам Значит По Поводу Чашки Чашка Мотать Я Говорю Что Там 26 28 Виточков Сколько Кто Может Уместить Много Не Надо Индуктора А Индуктор Да Для индуктора Значит Три витка На горшке И Индуктор Мотается Ровно Половину То есть Одну Вторую Катушки Которую Вы Наполняли Ты меня не понял Или я не понял Смотри Берем Чашку Мотаем На ней Две Обмотки Ну Можно Одну С разделением То бишь На транзистор Кинуть И Одинокчив На питание Следующая Обмотка Три витка Нет Нет Стоп 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 Мотаем Сперва 26 28 Виточков Да Куда Их Цеплять Это Идет Разгонная Катушка Она Называется Разгон Это Катушка Я Объясню То есть Давайте Ее Сперва Просто Вот Намотали И Оставили Пока Да Вот Теперь Понятно Вот Как Понятно Вот Теперь Давайте Ее Так Вот Оставим Ее Пока Сейчас Не касаемся Да Дальше Что Делаем 12 Виточков Сверху Поверх Этой Катушки То есть Изолируем Ее Конечно Да То есть Изолентой Там Замотаем Чтобы Чтобы Это Самое Чтобы Там Меж Витками Это Все Не Полезло Вот Значит Так Следующее Мотаем По 12 Виточков Туда Сюда Это У нас Получается Этот Самый Пуш Пул Это На Транзисторы Да То есть Там Это Вся Ерунда Рекомендую Использовать Нормальные Хорошие Полевики С Диодом Внутри Они Более Держат Все Это Все Эти Прыжки И тому Подобное Да То есть Нету Ну У меня По крайней Мере Очень Редко Выходили Из строя Только Если При Замыкании Или Когда-то Там Отвертку Уронил Да То есть Например Пока Ковырялся Других Момент А Ну Еще Тогда Когда Шесть Витков Намотал Да То есть Каждое Плечо И Дал 24 Вольта Тогда Перегрев Пошел Перегорали Вот Полевики Лучше Брать Я говорю Систему Лучше Делать 24 Вольтовую Соответственно Полевики Надо брать Нормальные Они Там Какой-то Ну Обычно Это 3710 ERF 260 ERF 260N 460 Лучше Не брать Потому Что Ну Они Там Более Высоковольтные Да То есть И Они Не будут Как полагается Открываться Вот Значит Драйвера Хорошие Да То есть Это Очень важно Это Все Пуш-пул Так Теперь Значит По поводу Катушки 26-28 Виточков Как у кого Получится Подожди Рома Руслан Да Ты Остановился Сначала Мотаем 26 Изолируем Потом Мотаем Для Транзисторов 2 по 12 Изолируем И вот Дальше Ты уже Отвлекся Дальше Дальше Идет Индуктор Три Витка Три Витка Да Которые Идут Посередине Посмотрите Как у Акулы Там Это Красиво Сделано Там Толстым Проводом Нет Там Не обязательно Толстым Проводом Сразу Говорю Но Можете Толстым Проводом Можете Взять 4,5 Квадрата Вместо 2,5 Но В принципе Весь Горшок Намотан 2,5 Квадратами Да Это Я вам Сразу Говорю Там У него 2,5 Квадрата Везде Все Короче Нет Трочи Можно Рассказывать Вот Значит Так То есть Три Витка Вот Этих Вот Это Для Резонансной Обмотки Чтобы Ток Система Будет Работать У вас На 20 Килогерц Если У вас Получается Если У вас 2 Мегагерца Качер То есть От Качера То есть Вот Катушки Тесла Надо Плясать Всему Остальному Не Все Остальное Пляшет На Теслу И Тесла От него А наоборот То есть Тесла Мы ее Настраиваем Да Мы ее Это Вообще Самый Первый Момент Потому Что Именно Тесла Нам Дает Все Атомарные Процессы И Она Нам Дает Возможность Получения Энергии Вот Ну а дальше Очень просто Все Да Дальше Просто Берете Делаете Пуш Пул Значит Эти 26-28 Виточков Проходим Там Вот Схема Подключения Разная Конкретно Какая У Акулы Я тоже Просек Это Значит Прохождение Напряжения Через Съемную Катушку Вам надо Подключить Провода Таким Образом Значит Этот Центральный Конец Который Мы Цепляли На землю Он Остается На земле Да А вот Тот Конец Который Выходит Из Катушки Первым С чего Мы начали Мотать Он Через Конденсатор Подключается К этому Горшку Неважно С той Или С другой Стороны Да То есть Здесь Полярность Не имеет Фаза Не имеет Значения Потому что Катушка Практически Встречно Намотана Мощный Конденсатор Да Конденсатор Выбирается По частоте То есть У меня Конкретно Вимовские Кондеры 0,47 Микрофарада Напряжением 700 вольт Переменного И 2000 Постоянного Вот То есть У них Вот такой Интересный Разброс Вот такие Конденсаторы Вам нужны Да То есть Такого Типа Подключаете Этот кондер Туда И через него Второй Вывод Идет На лампочку Да То есть Получается Так что Катушка Через Катушку Руслан Да Это и есть Накопительный Конденсатор Правильно Да Это и есть Накопительный Конденсатор Соответственно Да Он у вас Будет накапливать Энергию Руслан Секунду В последней схеме Там Накопительный Конденсатор Через диод Да Смотрите Значит Ситуация Какая С этим диодом Да То есть Тут мне надо будет рисовать Потому что Многие из вас Не поймут Там Схема включения Которую я нарисовал Через два диода Это да Это Как бы Она есть Так Но Немножко по-другому Сейчас Вырисовалась Система Потому что Там Я настроил все четко Но Плохо работало Значит Там полуволна Получается Да В которую попадают Все эти импульсы Качера И все остальное С этой полуволной Там Эти диоды Очень часто У меня По крайней мере Я штук Наверное Восемь Напалил Потому что Больше нагрузку Садишь Начинается То есть Это Немножко Мы Сейчас Скажем Обойдем А давай мы Это пока остановим Потому что Это усложняет Схему Понимание Ребят Я так считаю Что давайте Сначала мы поймем Руслану Что он говорит Основное А уж там Диоды Все такое Это уже Упрощение Как бы схем Но она Для нас Сейчас будет Усложняться Ну Я тоже так думаю Что мне надо будет Нарисовать вам Да То есть И выложить Я говорю Что я сейчас Пока занимаюсь Для того Чтобы вам Это все Нарисовать Конкретно Сейчас Ваша Задача Которая Уйдет Куча Времени Это Сделать Нормально Ну то есть Самого простого Начните Потом будете Усовершенствовать Вот Делайте Акулину Установку Вот Но только Самое главное Что Сразу Делайте Так Чтоб она Была Выглядела Нормально Красиво Чтобы все Было там Четко Потому что Если что-то Будет Где-то Ползать Оно Работать Не будет Вот И не забывайте О том Что Индуктор Да Мотающийся Над Тесле И индуктор Точнее Антенна Мотающаяся Над Этой Самой Они должны Иметь Расстояние Приблизительно В полтора Раза Больше Чем Сама Труба Или Чем Сам Этот Самый Значит Размеры От Катушки Да То есть Это Не забывайте Потому что Ну во-первых Чтоб не прошило Во-вторых Чтоб Движение Электронов И Ионов Со среды Могли Спокойно Там В этом Деле Все Нормально То есть Умещаться Мы этого Не видим Понятно В общем Расстояние Да Расстояние Эти все То есть Надо все Красиво Четко Укрепить На Там Не знаю На доске На чем там Это самое То есть Ну В конкретном Случа Доска Да То есть Обычная Деревянная То есть Фанера Там Да Которая Не будет Там При Поднятии Ее На руки Изгибаться И тому Подобно Это Ни в коем Случа Не должно Допускаться Но Это Вы Понимаете Мы Люди Взрослые Вот Ну Вот Сейчас То есть Займитесь Качером Дальше Я расскажу Все Руслан Извини Давай Сейчас Вкратце Первым Делом Мы Мотаем Теслу Узнаем На какой Частоте Она Резонирована Я поставил Цифру Один Потом Мы Под нее Должны Намотать Качер Ну то что ее будет пинать Правильно Порядок Порядок Я спрашиваю Так 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 Мы Мотаем Сперва Бифиляр Бифиляр Первый Бифиляр Да И вот Под него Мы Подгоняем Все остальное Хочу Сразу Сказать Многие Начинают С того Чтобы Качером Не париться Что Качер Типа Получается 1.8 Мегагерц Там И Подключение Антенны 1.6 Начинает Мотать Большое Количество Витков На Бифиляре То есть Там Под 46 Метров Берут Там Да Как Я Изначально Это делал На На Импульсах И Выше Это Моя Ошибка Была Да Я Про Свои Ошибки Тоже Рассказываю Потому Что Я Экспериментировал Когда Пытался Тоже Искал Но Я Очень Так Такими Шагами Шел То есть Наглыми Да То есть Ах Она Зараза Не Работает Пофигу Иду Туда Смотрю Почему Да То есть И Тут В данном Случа Не Увеличивайте Количество Обмотки На Бифиляре Ни в коем случае Этого Плюс От этого Не будет Больше Напряжения Не будет Только Потери Понятно То есть 37,5 метров Прошла Там Ну 37,5 Это Как бы Сказать Это Вот То Что У меня Получилось Да То есть Я Разматывал Катушку Акулы Которую Он В Риге Оставил Когда Не Получилось У него Нифига Он Тоже Самую Процедуру Проводил Просто Он Там На Другом Обломался Он Тогда Не знал Много Я Вот Знаю Больше Чем Он Тогда Знал Да То есть Слушаю Да Извини Вот Ты знаешь Среди Нашего Разговора Ты Сказал Первым Делом Правильно Теслу И Прямо От нее Плясать А Сейчас Я Чему Застрил Внимание Порядок А Ты Сейчас Сказал Первым Делом Виф Давай Точно Первым Делом Умотай Биф 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 Это И Есть Скажем Так В принципе Это Съемная Катушка Я Про Него И Говорю Все Понял Первым Делом Ее Надо Да То есть Вы Ее Намотали Но Только Ради Бога Я Вас Умоляю Не Берите Никакие Спектры Анализаторов Понятно Понятно Руслан Некоторые Там Подключают Спектры Анализаторы И Начинают Гонять Вы Видели Чтоб Капанадзе Подключал Какие-то Анализаторы Он По 100 Киловат Установки Собирает Ему Насрать Вообще На Какие-либо Приборы У него Кроме Вольтметра Амперметра Ничего Нет Он 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 Пользоваться Не Умеет Этим Понимаете Это Мы Такие Умные Астелограф Освоили А Он Не Знает Этого Ничего Он Мотает И Делает Все На Шар У Него Все Получается Почему Потому Что Там Все Просто Просто Мужичок Немножко Слишком Так Сказать В Небесах Клетает Думает Что Никто Его Не Сделает Он Архитектор Поэтому Все На Сантиметры Переводит Во 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 Вот Тут Вот Видите Вы Уже Сопоставьте Факт Включите Логику Сопоставьте Факт Если Он На Сантиметры Переводит Значит Он Меряет Размеры Этих Самых Проводов Все На Сантиметры Переводит Видите Вот Тут Он Точно Точно Меряет Провод Как Он Будет Намотан На Катушке Ему По Барабану Ему Главное Что Как Сколько Метров Потому Что Длина Волны Равна Длине Провода Вот В чем Дело Коэффициенты Укорочения Здесь Не Играют Никакой Роли В нашем Случа Никакой Потому Что Там Потом Мы Уже Подстроим Это Все Это Все Мелочи Получается Мы Можем Взять И 37 Метров И 30 Просто Разгонять На Именно Просто Ситуация Какая Если Вы Возьмете 30 Метров Да Вам Нужно Будет Тогда Высоко Поднимать Теслу Вот В этом Проблема Многих Да Они Не Могут Туда Ее Загнать А У Меня Был Тут Товарищ Один Который Говорит А На Фига Качер Делать Можно Типа На Теслу Подавать Импульсы С Блокинг Генератора С Другого И Типа Разогнать Тоже Импульс Это Вы Получите Но Чистота Теслы Остается Чистотой Она Никуда Не Уйдет Вот Я Тоже Делал Блокинг Генератор Импульсный И Разгонял Теслу Скажем Хорошие Импульсы Четкие Вообще Просто Фронты Просто Идеал Да То есть Красота Там У меня Фитонило Просто По Пальцам Билла Там Лампочки Светились Все Нормально Да Но На выходе Все равно Показывается Частота На Которой Настроена Катушка И Там Там Не Качер Подстраивал Там Ты Сам Мог Крутить То есть Периоды Периоды Шли С частотой Вообще 20 КГц Да То есть Они Шли Да Но Все равно Катушка Намотана Провод Намотан Вот Под эту Частоту И хоть Ты наложи В штаны Все Она Стоит На месте И даже Если Там Ты Эти импульсы С частотой Там Прерывание Идешь Там 20 КГц 30 КГц Хоть 100 КГц Насрать Она Она Стоит На Стоит На Стоит Понятно Стоит Стоит Дальше Прерывал Привет Еще раз Слушай Знаешь Вот Вопрос Ты Замечал Эту Яму Когда Ну я Настраивал Я тут И видео Ребятам Скидывал Не знаю Посмотрели Посмотрели Ну вот Я как раз Эту Настройку Там Делал Эту Теслу Мне Довольно Коротенькое Получилось Потому Что Я Настраивал Как Общую Систему Там Получается У меня Вот Этот Земляной Провод Который Подсоединяется Бифу Между Антенной И Этим Ну Гранатой Образуется Емкость Во-первых Ханавли Ну и Вся Остальная Байда Вот Я Настроил Как раз На эту Частоту Но Я столкнулся Знаешь Что Такой Проблема Я Начинаю Точно Подгонять Появляются Амплитуды Между Вот Именно Этой Частотой Бифа И Там Прямо Образуется Ты Замечал Эту Яму Конечно Замечал Я И Говорю Я Жи Рассказываю Сейчас Как раз Что Подключив Заземление Подключив Заземление Сразу Все Уползет Это Да Но Там Понимаешь Ты Начинаешь Всю Систему Общий Подгонять И Это Сам У Теслы Там Появляется Вот У Теслы Появляются Две Амплитуды Ну Она Мне Почему-то Иногда Срабатывает На 1.2 Мегагерца И На 1.6 Ну Мне Катушка Где-то На 1.43 Работает И Вот Я Чуть Чуть Подмотаю Она Срабатывает Ту Который Вылазит Выше Если Домотаю Опять Вылазит Другой И Не Могу Поймать Понимаешь Она Старается Вот Этот Катчерс Работать Или На Одной Частоте Или На Другой Там Образуется В этом Месте Яма Которая Соответствует Именно Вот Вот С Такой Проблемой Я Столкнулся Да Правильно Гунтис Там Ситуация Такая Что Ты Попадаешь Так Оно И Есть Это Я С Этим Тоже Столкнулся Там Смотри Надо Очень Хорошо Как Делал Лакула Берется Там Берется Значит Ну Это Как Бы Этап Который Которым Он Занимался То есть В принципе Я На него Тоже Нарвался Там Берется Значит Трансформатор Точнее Фу Трансформатор Что Я Говорю Фильтр От Телевизора Там Две Катушки Такие Да Встречно Намотанные Эти Там Через Которых 220 Вольт Пропускается Да 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 Вот Ты берешь Через них Питаешь Этот Качер Вот И тогда Он Отвязывает Чуть Это все Хозяйство Но Как же Сделать Чтобы Вот Это Вот Скажем Стоячая Скалярная Волна Которая Образуется В качере Она Посередине Образуется И пол Катушки Отметает К чертовой Матери Поэтому У тебя Там Ерунда Получается Вторая Часть катушки Становится Как тебе Сказать В перевернутом Виде Из-за того Что емкость Этого Самого Этой Антенны Вот Как раз Я и говорил Уже Да Что Антенну Мотайте Чуть Больше Чтобы Емкость Сильно Не Влияла Да То есть Там Нам Что Важно Облучение Сделать Да И засосать Энергию То есть Ионов Этих Электронов С воздуха А не Делать Емкостное Какое-то Вот Эта Емкость Заразно Паразитная Это Правда Почему Акула Ставил Вот этот Вот Феррит И Встречно Намотанной Катушке Которые Как раз Вот эту Хрень Убивали Да То есть Он рассказывал Что он там Фронт Там И все Такое Нет Он Убивает Вот эту Дрянь Которая Вылезает Это Очень Важно Вот Там Кстати Говоря Надо Будет Поиграться С витками Там У него Где-то По-моему Четыре Или пять Витков Намотано Там Может быть Даже И шесть И семь Витков В каждой Стороне Намотано Это Надо Будет Ну Пробовать Да То есть Это Надо На жесткой На жесткой Проволоке Мотать Основе И Заниматься Как сказать Заниматься Этим Это Геморройная Система До ужаса Но Если Знаете Что делать Сделайте Быстро Да Да Вот И То Что Гунтес Сейчас Сказал Он Прав Да То есть Тесла Начинает Работать Наполовину То есть Съезжает У нее К черту Матери Туда Это Самое В середину И вот У нее Скалярная Волна Посередине А в стальной Она Метает Развязывайте Качер И Дальше Через Резистор 100 Ом Проволочный Желательно Мощный Какой 5 Ват Вот Этот Вот Минусовой Вывод Эмиттер Транзистора Да То есть Используйте Там 2СЦ Если Нет У кого Тогда КТ-805 Конечно Пригодится Вот То есть Эмиттер Транзистора Заземляете Сразу же На ту же Землю Да То есть Систему Надо Заземлить Но через Резистор Резистор Что делает Он Как бы Делает Он Создает Потенциал Держит Транзистор Все То есть Как бы Есть опора Но при этом Не забывайте Что у Теслы Второй Конец Нижний Это Ток Да Там Ток Расположен И Он Током Шурует На базу Транзистора Да Просто Поскольку Напряжение Низкое То база Транзистора Выдерживает Ток Спокойно И Не выбивает Плюс Там 90 градусов Отстает Все Нафиг Вот Поэтому Там Проблем Не будет Вот Но Ваша Задача Ваша Задача То есть С этой Вот С этой Я тоже Сталкивался Гунт Исправ Это Вы Все Столкнетесь С этой Хренью Хорошо Обсудили Вот Теперь я понял Как Ну В любом Случае То есть Сейчас Первый Этап Надо Мотаете Катушку И Мотаете Теслу И настраиваете Все это Вот В такой Вот Как бы В такую Фигню Да То есть Чтобы 2 Мегагерца То есть Стояли Ну Я вам Просто Делюсь Тем Что У меня Получилось Да 2 Мегагерца У меня Потому что У меня 37 с половиной Метров Катушка Вот у меня Она там Работает Если вы Намотаете 38 метров Значит Чуть пониже Будет Частота Но тоже Не факт А с 40 Труб Я мотал Нет 50 40 Труба Это у меня Там Этот самый Ну там В принципе Там особо Не важно Что вы будете Мотать 40 Или 50 Это уже Зависит от того Как говорится Что у вас Под рукой Есть Желательно Просто Жест Ну понятно 30 Не надо Просто Может быть 40 50 Самый раз Ну просто Я почему Не отклоняюсь Сильно От Стандарта Который Там Коакула В свое время Замудрил Да То есть Потому что Он показал Рабочий аппарат И дальше Уже Как бы От него И пляшем Руслан А по поводу Вот этого Слюнового Коденсатора Там Сейчас Вроде как Говорим Без диода Используем По емкости Его То есть У тебя там Достаточно Наверное Большая Стоит емкость 0.47 Микрофарада Там стоит А Всего Потому что Да Это то что 10 микрофарад Это на выходе Ребят Это там Уже Выпрямленный ток Там 10 микрофарад На выходе То что вы Видели Установку Там На видео Там Вообще 20 микрофарад Там Выпрямленный ток Там уже Диодный мост Стоит И после Диодного моста Это Там Сами понимаете Там Насрать Что там Поставишь Хоть 100 микрофарад То есть Конденсатор Вот этот Вот 28 витковые Обмотки Идет Через гранат То есть Он там Как на схеме ММС что ли Я так понимаю Стоит Да 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 Он Это И ред Рисовал И все Рисовали Да То есть Там Это Очень Важно Но Опять же Конденсатор Он Будет Работать Там То есть Его Надо Тоже Заставить Резонировать Понимаете В чем Дело А Чтобы Заставить Резонировать Это Следующий Этап Который Сейчас Я могу Сказать Но Вы Не Поймете Да То есть Надо Будет Между Индуктором Этой катушкой Влепить Диод Мощный Диод ВВ Высоковольтный Который Будет Как раз Облучение Вот это Вот Да То есть Излучение Делать Полуволну Но Сейчас Будет Трудно Это Понять Это Надо Нарисовать Это Нарисую И Вам Скину Да То есть Вы Будете Все Иметь Эту Информацию Все Это Знаете Что Тут Напоминает Увеличение Мощности Для ТДКС Не ТДКС Схема По-моему Тоже Самое ММС Он Использовал Разряд Мощнее Становился Да Правильно Разряд Потому Что Он Во-первых Полуволна Во-вторых Заряд Происходит Совершенно Верно Он Правильно Это Делал Да Именно Похожая Система Только Мы Непосредственно Это Делаем Уже С Индуктора На Этот А Не С Катушки Тесла Мы Там Диод Не Поставим Потому Что Там Напряжение Будь здоров И Диоду Конец Настанет Сами Понимаете Будем Диоды Полить Это Не Надо Никому Даже Если Их Последовательно Кучу Соединить Сгорят Все Равно Потому Что Эта Энергия Она Сумасшедшая Вот То Есть Я Просто Сейчас Сосредоточил Внимание Конкретно На Акулиной Но В первую Чуть Я Признаюсь Честно Я Хочу Акулу Подразнить Я Даже Попросил Ребят Которые То У кого Есть Крепления Такие Же Выключатели Тому Прислать Мне Тут Мне Уже Сразу Откликнулось Сто Человек Может Все Подготовил Здорово Ну Я Как бы Соберу Это Самое Естественно Я Поделюсь Да То есть И всем Кому Надо Что-то Говорите Давайте Адрес Будем Так Скать Перекидываться Потому Что Если Мало Ли Элементной Базы Какой-то Нет В Латвии У нас Тут Все Это Продается Спокойно Вот И Я Тут Как Ну Никаких Проблем С этим Не Имею Паять На Советских Транзисторах Сейчас Это Как бы Ну Уже Не Модно Не То Что Не Модно Просто Их Уже Больше Не Делают А Элементная База Закончилась Да То То Вы Сами Понимаете Что Мы Сейчас Догребаем Остатки Пищи Которая По Складам Валяется Да Вот То Сейчас Как бы Лучше Покупать Эти Импортные Транзисторы Они Довольно Хорошие Надежные То есть У меня Пока Не было Проблем Ни с чем Таким Вот То есть Генератор Такой Построить В общем-то Большой Проблемы Нет Акула Конечно Всех Запутал Сильно Запутал У него Очень Хорошо Это Получается Он Мне Там Тоже Периодически Пишет Всякую Ерунду Но Это Ладно Это мелочи Всю жизнь Вот Слушаю Внимательно Слушай Так я Знаешь Немножко Задумался Я отвлекся Там В середине Разговора Подтверди Мне Пожалуйста Я потом Понял Вроде так То бишь Мы Мотаем Вифиля Ну Вот Эту Гранату Цепляем На нее Лампочку 25 Ватт Настраиваем Теслу Сверху С антенной И чтобы Она У нас Лампочка Чуть Чуть Засветилась После Этого Только Мы Мотаем На нее Обмотку На качке Нет Смотри Нет Там Надо Сейчас Будет Подцепить Землю И Подстроить Уже Под Землю Всю Эту Систему Да То есть Это Порядок Настройки Нет Я не Про Это Тогда Когда Ты Сказал Лампочку Хотя Чуть Чуть Чтобы Она Светилась Вот В этом Есть Генератор Высок Частот Да То есть Это Емкостная Там Она Будет Звенеть На чем То Забудьте Про Это Это Все Это Утопия Это Все Этот Резонанс Ищут Это Уже Даже Помощник Капа Еще Тогда Говорил Перестаньте Искать Резонанс ЛЦ Подожди Руслан Тогда Я не понял Смотри Ну Намотал Я ее Тогда Я даже Не смотрю И ее Резонанс Хрен Я Как Дальше Должен Вести То бишь Я должен Намотать Индуктор На нее И качать Или как Я вот Это Не уловил Объясняю Еще раз Это Самое Как раз То Что Пропустили Значит Этот Этот Самый Значит Катушку Мотаем Сперва Отмерив Как Вот Кто-то Спрашивал Точнее Кто-то Процитировал Капу Да Что он Архитектор И все По сантиметрам Вот Так вот Цитирую Еще раз Слова Человека Да Не знаю Как зовут Я извиняюсь Да То есть Берете Занимаетесь Архитектурой Да Тоже Берете провод Отмеряете Ну В моем Случае То есть Берете 40 метров Провода Мотаете Куски Которые Отрезали Тоже Меряете И отнимаете Это Очень Важно Вот Вам Уже Катушка Дальше Карекулируете Сколько Метров Там Умножаете На 4 Получаете Частоту Делите На 4 Длину Волны Получаете Длину Волну Потом Четверть Волны Этой Должен Работать У вас Вот Эта Антенна Вот С этой Антенны Которая Будет Над Индуктором И над Этой Катушкой Вы должны Получить Частоту Четверть Волны Этого Бифиляра Да То есть Вот Таким Образом Ни в коем Случа Никаких Генераторов Никаких Этих Самых Прозвонок Частот На Этой Ничего Забудьте Про это Вообще Это Утопия Которую Вы все Возите Получается Мы как бы Должны Теслой Зажечь Эту Лампочку Для начала Да Да Совершенно Верно Именно Теслой Вот Прицепляя Землю Вы будете Конечно Она поползет Вниз Значит Надо будет Снизить Частоту Ниже Сделать Ее Соответственно Да Это нормально Ну Поймите Но Первоначальная Настройка Именно Такая Вот Вот Откуда Лапочка И почему Светилась Блин То есть Сразу Неправильно Начали Делать Да Понял Почему Спросил Мужики Не зря Вот мы Поговорили Получается Мы Сначала Делаем Биф Рассчитываем Какая у него Получается Длина волны Никакими Ни генераторами Ничем Сверху Мотаем Четвертую Часть От этой Катушки Половина 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 Вся Вся Эта Система Четверть Волны Если Индуктор Мотать Там Проблема Во-первых Мало Во-вторых Жрет Сразу Это Все Хозяйство Будь Здоров В резонанс Настраиваешь Аж Под 15 Ампер Куда Это Годится То есть Там Половина Энергии Вы Просто Питаете Саму Систему Сама На Себя В тот Момент Когда Это Все Работает То есть Это Ну Совершенно Не нужно То есть Дрянь Получается Полная Вам Это Не надо Вам Надо Как Чтобы Меньше Сама Система От себя Жрала Электричество И Как Можно Больше Так сказать Отдавала Вам Остальное Ну То есть Вы Потери Несете Лишнюю Лампочку Зажечь Всегда Не мешает Никому Вот Ну Не только Это Активная Нагрузка Просто Я про Лампочки Рассказываю То есть У меня Есть Конечно Я Вам Я вам Позже После Этой Установки Как Только Соберете Я вам Расскажу Как Икапа Работает Да И Как У Него Эти 100 Киловат Работают И Как Работают Его Эти 50 Герц Я Этим Занимался И Уже И 50 Герц У меня Есть Она Просто Надо Ее До Конца Довести Я Ее Бросил Сейчас Честно Скажу Сгорел Инвертор Я Олегу Отдал Чтоб Он Поковырялся Чтоб Я Время Не Терял Потому Что У У Есть Еще Другие Дела И Олег Сделал А Вот Олег Тут Уже Подслушивает Вот То То Есть Я Просто Никак Не Доберусь До Него И Тут У Немножко Это Самое Короче Я Пока Эту Систему Забросил Да У Можем Сказать Нету Да То То Слушай Руслан Вопросик Насчет Качера Тебе Про У Качера Толщина Какая Ну Я Мотал Шиной Мне Мощность Не Понравилась Да Я Шиной Мотал Как Акула Мотал Акула Тоже Шиной Мотала Где-то Достал У У У У Меня Еще Интересно Алло Рассказывайте Рассказывайте Смотри Вот Допустим Мы Намотали Этот Дефиляр Да А Ты Говоришь Надо Антенну Сверху Ложить То То есть Если У Нас Допустим 40 метров То Должна Антенна Быть 20 метров Правильно Стоп 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 Индуктор Индуктор Он Имеет Это Индуктор 20 метровый Да Да То есть Антенна Которая Сверху Там Ну Смотрите Чтоб Она Была Скажем Так Обхватывала Этот Индуктор Ну Там 5-6 Витков Толстрого Провода 6 квадратов А про Какой Тогда Индуктор Говорили Чтобы Зажечь 25 ватт Я тут Не понял Ну Как Это Я уже Сам Запутаться Начинаю Вот Именно Нет Я Объясняю Нет Ну Народ Наверное Понял Вы Не Поняли Я Так Понял Что Вы Все Спрашивали Если Кто Понял Потом Сейчас Потом Ключу Камеру И Покажу Вот Зажигается Это Ламп Прямо Могу Сейчас Поза Договорились Ну Я Не Посмотрю Потому Что У Меня Я Телефоне Я Понял Да Я Просто Это Самое Что Я Хочу Сказать Значит Значит Антенна Антенна Поверх Вот Этого Индуктора То Что У Него Вы Немножко Знаете Что У Всех Ли Есть Фотографии В Отличном Качестве Кокулины Или Нет Есть У Всех Есть Там Можно Их Приблизить И Посмотреть Все Можно Пальцами Показать Где Что Вообще Находится Я Установку Представляю Вообще В Идеале Вообще Могу Даже Без Фотографии Вам Все Сказать Что Там У Него Есть И Вот Эта Катушка Индуктор Который Намотан Да То Под Антенной Вот Там Полтора Чтоб Два Пальца Приблизительно Влезали Надо Где-то Так Ну Пальцы У всех Разные Конечно Но Близко Не надо Мотать Вот Эта Катушка Сверху Эта Антенна От Качерной Катушки От Качера От Теслы Это И есть Вот Это Место Которое Надо Настроить На Частоту Бифиляра Что Он В принципе Делал В первую Очередь Вот Как только Это Вы Настроите Все Дальше Остальное Будет Уже Проще Сделать Вот Лампочку Зажечь Как Гунтес Говорит Что Гунтес Там Лампочку Чем Ты Зажег Вот Этой Вот Системой Значит Качером Я Подсоединяю Землю Мне Во-первых На земляном Проводе Стоит Индикатор Светодиодом Во-первых Он Загорается И Сама Лампочка Начинает Ну Пока Я еще Не подогнал До конца Но Она Начинает Гореть Я Подключаю К концам Бифиляра Один Конец Бифиляра Значит Землю А Второе Концо Я подсоединяю Просто Лампочки И Когда Качер Уже Попадает Вот Правильную Частоту Лампочка Начинает Светиться Вот Частоту Катушки Понятно Вот Он Правильно Делает Вот Это Начальная Стадия Что Нам Всем Надо Сделать 25 А то Многие Что Делают Облучать Начинают Эту Бедную Катушку Еще В резонанс Этот Индуктор Накачку Дают Так Что Все Плавится Вся Изолент И Вот Сидят Мучаются Ничего Не Получается Все Жрет Электричество Жрет Лампочки Горят С Бифиляра Как Это Кокула Там Нарисовал Пытаясь Получить С бифа Светящиеся Лампочки Да Она Будет Гаять Это Первоначальная Настройка Но Ни В коем Случа Не Работа С бифиляра С этого Вы Ничего Не Получите То Есть Мощность Киловат Не Пойдет Надо Чтобы Через Горшок Прошло Это Все Вот Тогда Все Будет Работать И Через Кондер Накопительный Потому Что Кондер В этот Момент Заряжается И Резонирует На Этой Частоте А Вот То Что Вот Кстати Кто-то Из вас Сейчас Замечал Как Диод Стоит С одной Катушки На Другую Это Ред Даже Показывает Вот Это Самый Главный Момент Обратите Внимание Там Катушки Не Связаны Да То То Есть Это Самое То То Точнее Они Связаны И Диод Стоит И Увеличивает Искру Вот Тут Приблизительно Та же Самая Система Абсолютно Та же Вот Вам Надо Просто Это Сделать Надо Продумать Это Что-то Непонятное Я Все Нарисую Да То 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 Я Это Самое То Я Сегодня Поеду Там В себе Я Нарисую Все Это Я Так Понимаю Руслан Сейчас Очень Хорошо Все Понятнее Стало Нам Много Теперь Мы Потому Что Совсем Другое Направление Ну Понятно Что Вы Все Идете По ЛЦ Резонансу Ползаете Там И Это Самое То есть Тянете Приборов Понакупили Я Тоже Этой Хуйни Понабрал Я Извиняюсь За Выражение Да Это Самое То есть Понабрал Все Весь Рынок Скупил Ну Что Дальше Стоит У Меня Это Все Сейчас Я Это Не Использую Потому Что Господин Акула Мозги Парит Да Вот Апанадзе Вообще Не парит Никак Мозги Вообще Ничего Не рассказывает Из приборов Нам нужен Только Тестер И Остеллограф Все Остеллограф Да Ну То есть Тестер Так Сказать И Ну Может быть Приборы Какие-то Типа Вольтметр Амперметр Которые Нужна Линейка Линейка На самом деле Интересная фраза Прозвучала Со Стрелочным И Со Стрелочным На мультинтернет Чем Частоту Меряете Мегагерц Обычно Частоту Частоту Вот Значит Я говорю Олег Мне посоветовал Очень Хороший Прибор Он мне Там Показал Маленький Такой Да То есть Я сейчас Не помню Олег Скажет Что Его За Модель Такая Вот И у него Были Иголки В ногти Впекать Он нам Может Так Кто-нибудь Записывай Нет Не записываем На самом деле Нет Не записывали Да ладно Это повторить 10 раз Можно Вечером Могу Уйти Еще раз Приборчик Сейчас скажу Приборчик Это А Х И О А Х М С 8 1 И Напишите В чате Пожалуйста В чате Напиши Да Да В чате Напиши Просто Народ Поймает Это Так Сказать Это Приборчик Такой Ну Это Так Чисто Это Знаете Такая Штука Которая Ну Включил Там Эти Герца Килогерца Да То есть Поднес Близко И Он Точно Показывает Олег Я Там С Этим Со Своим Частотомером Парился Пока Тоже Как И Я Час Частотомер Я Отдал Там Это Самое Там У меня Товарищ Есть Один Который Говорит Что У него Такой Же Он Знает Как Починить Но Я Ему Отдал Вот То Он Реанимирует Попозже Уже Который Мерит Частоту Да Ну В принципе Видите То есть Ситуация Такая Если У кого В остилографе Стоит Частотомер Одновременно Он Показывает Частоту Там Или По Клеточкам Кто-то Может Посчитать Я Например Пока По Клеточкам Это Все Дело Не Научился Считать Сильно Честно Признаюсь Да Поэтому Для меня Темный Лес Пока Ну Олег Научит Приедет Вот То То Есть У меня Частотомер Показывает На Стилографе Довольно Точно Показывает Это Это Самое Щуп Подносишь И все Показывает Что Выходит И Там Просто Не надо То есть Не подключайте Ни в коем случае К Тесле Щуп Только Вот Рядом Положили Все Видите Частоту И все Но главное Чтобы На антенне Была Частота Бифа Вот Тогда Все Дальше Пройдет Гунд Ис Правильно Сейчас Делает Все Вот Раз Лампочка Загорается Потому Что Вот Я Говорю Что Он Намотан Так Встречно И Получается Что У него Где-то Посередине Что-то Вылезает И Вот Эта Середина Это И есть То Что Нужно Нам Поймать Эту Волну Вот Эти Пучности Которые Потом Мы Будем Заполнять А Кстати По Поводу Индуктора Этого Три Читка И Кондер То Что Там Ставится Так Называемое Токовый Трансформатор Это Просто Мы Что Делаем Мы Ток По Фазе С напряжением Это Самое Теслы Получаем И Разгоняем Так Называем Процесс Да То У меня Тут Был Один Эксперимент Где Индуктор За индуктор Взялся Он у меня Оголенный Был И Теслу Пальцем Искрил Точнее Не пальцем Но Отвертку Взял За отвертку Держался И Индуктор Двигал И От Отвертки Дуга Шла Ну Поскольку Плотно Держался То Пальцем Нифига Но Когда Что-то Произошло Меня Дернуло Током Так Сильно Как Я Вообще То есть Это точно Не 24 Вольта И Не И Это Просто Видно Ток Совпал По Фазе С Напряжением У меня Аж В глазах Все Потемнело У меня Отвертка Улетела Далеко Я После Этого Больше Так Не Экспериментирую Вот Так Что А Паранормальные Никакие Не проснулись К тебе Нет Да Нет Не Проснулись Паранормальные Видите Когда Начинаешь Много Чего Изучать Всякие Атомы И Всякую Хрень Начинаешь Понимать Что Одно С другим Связано Да То есть Человек Связан С природой И природа С человеком Конечно Да То есть И Все электричество Которое мы Получаем Тоже связано Вот Так что Ну Руслан Тебе Осталось Теперь Гонглировать Этими Как Как Никола Тесла Шаром Молом Ладно Шути Это Все Это Все Ну В принципе Если Знать Что С чем Скажем Так Что С чем И как То Почему Почему Бо Нет Он Он же Знал То есть Что Частота Выше 700 Килогерц 700 Герц Точнее Не Опасно Для Здоровья Человек Прожил Человек Прожил Сколько До 86 Лет Прожил И Все В порядке С ним Было То есть Несмотря На то Что Я думаю Что Его И Ток Убило Раз Он Ученый Экспериментатор Был И Все Остальное Вы Понимаете Так Ну Что Мужики Дойдем Распродажу Приборов Скажем Так Приборы Пригонятся Пускай Они Будут Просто Я Говорю Что Вот Я Сейчас Этим Хламом Всем Не Пользуюсь По Той Причине Что У тебя Есть Логарифмическая Линейка На самом деле Так Молодец Молодец Спасибо тебе Большое Просто Ну То есть Как бы Хочется Донести Эту Скажем Всю Эту Систему До До Людей Да То есть До Умных Людей Выписал бы Ты долго На клавишах На самом деле Идея Это простая Людям Дать Это Все Что Мне Хочется На самом Деле Всех Большим Ну В том То И дело Что Понимаете Сколько Это Можно Агрономам Там Всем Этим Людям Сельскому Хозяйству Дать Представьте Себе Парники Теплицы Которые Круглый Год Могут Давать Овощи Фрукты Всякую Фигню Которая Нужна Да То То Это Даже Не Фигня Это Просто К слову Просто Ну Когда Это Все Бесплатным Электричеством Да То То Не Газом Который Сжигается То Как И Говорил Тесла Это Варварство Сжигать Нефть Бензин Там Да То Есть Вообще Сжигать Нефть И газ Это Варварство Правильно И То Есть Его Слова Помните Кстати Вот Все Эти Самые Телеканалы Трубили О том Что Типа Тесла Я тут Один Телеканал Посмотрел Какой-то ТВ5 Что-то Там Какой-то Приходил Ученый С катушкой Тесла Собрал ее И они Там Выключали Свет И искрила Лампа Точнее И искрила Катушка И лампы Светились В руках Да Была Такая Да Потом Выключили И типа Ученый Точнее Академик Какой-то Говорит Типа Вот С помощью Такой Катушки Никола Тесла Пытался Типа Передавать Электроэнергию На расстояние Знаете Что Хотелось Хотелось Телевизор В окно Выкинуть Придурок Придурок Полный Урод Это Ублюдок Который Учит Людей Или Просто Его Действительно Так Запугали Или Он сам Не знает Я убедился Кстати Что Очень Многие Академики Получили Бумажку Конечно Не знаю Зачем Бред Такой Нести Какое Электричество На расстоянии Тесла Говорил Что Достаточно Будет Поставить Маленькую Коробочку Воткнуть Штырь И настроить В резонанс Говорил Он Такое Что Мы Сейчас С вами Делаем То же Самое Просто В разных Местах Палка Это И Которую Мы Воткнем В землю Она Будет По-разному Вести Себя Понятное Дело В этом Случае Надо Будет Подстроить Просто Систему В резонанс Где Получить Из Атмосферы Электричество Настоящее Правильно 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 Вот Эти Ублюдки По телевизору Везде Кричат Что Никола Тесла С помощью Своей Башни Пытался Передавать Энергию Этого Не было Это Его Просто Насколько Я помню Он Зажег Целый Город Осветил После чего Была Экстренно Создана Комиссия И После этого Перестали Брать Патенты На Личные Телетели Там История Из Старой Книги Была Немножко Другая История Он Поставил Резонанс Трансформатор На Подстанции И Одной Электростанции С Ниагарского Водопада Он Смог Осветить Весь Город Вот Где В принципе Забегали Все Что Типа Если Дальше Так Пойдет Дело То Ну То Не Надо Будет Столько Много Ресурсов Встратить Это Фигово Типа Будет Миллионеры Тогда На тот Момент Они Как бы Только Начинали И Конечно Они Ну Дем Мое Там Морган Когда Сказал Он Что Не надо Они Тогда Начинали А Сейчас Ты Помогаешь Им Закончить В смысле Ну В принципе Помогаю Не Только Я Помогаю Я Надеюсь Что Это Вы Поможете И Все Остальные Потому Что Это Надо Чтобы Закончилось Беспредел Потому Что Все Эти Войны Вся Эта Хрень Творящаяся Вокруг Она Только По той Причине Конечно Ресурсы Все Трясут Да То Всем Надо Что Надо Газ Сейчас Путин Атомную Энергетику Пытается Развивать Вот Пожалуйста Мы С вами Сейчас Развиваем Атомную Энергетику Это Атомы Это То Же Самое Просто Оно В мирных Целях То есть Оно Вокруг Нас То Чего Не Надо Добывать Нигде Просто Намотал Катушку Сделал Как Надо Все И Запустилось Если Здорово Здорово Смотрим Здорово Алло Да 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 Это У меня Пропало Или Руслан Отключил Не Не Руслан Это Руслан Куда Ты Делся Руслан Выходи С мобильника Зона Пропала Ну Наверное Интернет Закончился Ну Короче Мужики Класс Мне тоже Уже плохо Пропадает Ребят Извините Да То есть Это Звонок На телефон Был Вот То есть Чего я хочу Сказать Ситуация Какая То есть Я посмотрел Фильм Тут про Теслу В интернете Нашел Там По-моему Повелитель Молнии Или что-то Такое А Был Такой Класс Если вы Хорошо Внимательно Его Посмотрите То Вы Противоречий В этом Фильме Найдете Уйму Просто Хочется Написать Ну Какие Придурки Так Людей Запутывают Те Кто Не Понимает В этом Ни в чем Они Действительно Верят Что Человек Создав Башню Решил На весь Мир Передавать Электроэнергию Да Он Этой Башней Поглощал Ее Скорее Всего Накапливал И Управлял Ей Этой Энергией То есть С помощью Этого Тунгусский Метеорит Так называемый В кавычках Скорее Что Не метеорит А Заряд Выпустил Да То есть Назад Он Доказывал Просто Он это Все Уничтожил И Слава Богу Потому Что Сейчас Представляете Такой Тунгусский Метеорит На кого Ни Обронить Что Будет Жесть Вот Поэтому Это самое То есть Ситуация Такая Что Из Теслы Сделали Идиота И в то же время Кстати Вот По поводу Башни Еще Башни Не было Он Сделал Автомобиль Ездящий На Ни на чем Да Ну Башни Еще Не было То есть Противоречий Куча В фильме Мозг Парит Так Что Мы Не понимаем Вообще Откуда Вон там Насральники Сидят Эти Придурки Там Да И аккумуляторы Ищут Постоянно Мать их За ногу Ну Ну Что Можно Сказать Ну Ну Идиоты Полный Да 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 Что теперь Остается Вот сейчас Все седьмое Это дело Осилим Но мы Это ладно У тебя Это получается Уже остается Сделать Систему Без земли Смотрите Ситуация Какая Да По поводу Без земли Значит Без земли В принципе Ну Земля Нужна Будет Да То есть Для безопасности Хотя бы Да Ну Я имею Допустим Автомобиль Даже Поставить Ну Надо подумать Как это сделать Но это Двухфазная система Понятное дело Это Двухфазная система А по-моему Там тебе Сам писал Кто-то Кто-то На фотографии Вроде там Даже Скопонадзе Что Поставь Вместо земли Обыкновенный Аккумулятор И будет работать Это По-моему Поменьше Слушайте Всяких Умных Я этого Мишу Видел Лично Он Приезжал В Ригу Мы С ним Сидели Разговаривали Я ему Показывал Тоже Что у Меня Есть Да Он Посмотрел И Когда Он Мне Показывал Что у Него Есть Я понял Что он Ничего Не Знает Вот А Он В свою Очередь Сейчас Задает Вопросы Чтобы Я ему Помог Ну Таких Очень Много Которые Что-то Как бы Это самое Рассказывают Что они Знают Но только Они ничего Не знают Да То есть К сожалению То есть Ну Тут Ничего Не Сделать Ну Понятное Дело Что Например Мне Трудно Было Рассказать Это Например Я Очень Ну Скажем Так У меня В декабре Будет Год Как я Этим Занимаюсь Да То есть С этой Фигней Просто Я Не люблю Останавливаться На чем То Я Попробовал Одно Второе Третье Олег Вот Появился Да То есть Написал Мне И Помог Очень Много Чем Там В первую очередь Я У него Приехал В первый раз И Выпросил Сразу У него Генератор Который Он там Собирал Потому Что Мне Надо Было Оттолкнуться И Не Терять Время Время Что За Генератор Так Олег Выкладывал Уже Этот Генератор И Показывал Рисунки Фотографии Это Обычно Нет Ну Там Финя Я Этот Не Выкладывал Нет Олег Мы Тебя Пытать Будем Да Я Тут Пытался Вам Что-то Сказать Нас Послали Но Мне Больше Ничего Не Интересно Покажи Того Кто Послал Нет То Ситуация Такая Кто-то Начал Рассказывать По поводу Акулиной Этой Самой Воздух Земля Воздух Да Там Или Как Там Назвали Там Ну Слушайте Ну Я вам Честно Скажу Руслан Можно Я Стряну Я Сокол Бок О бок 14 дней Работал С утра До ночи До поздней ночи До утра Можно Сказать Я его Забирал На машине С гостиницы Привозил Обратно В гостиницу Сам Ехал Домой Туда Сюда И Я Наверное Довольно Много Знаю Об этих Воздух Два Или Три И так Далее И Руслан Расскажи Кто Тебе Дал Эту Катушку Ну Вот Я Говорю Что Олег Мне Передал Процесс Скажем Так И Катушку Я Получил От Него Да То То Он Мне Так И Написал Говорит Приезжай Я тебе Подарю Катушку Которую Намотала Акула Правда Мне Эта Катушка Взорвалась Потом Из-за Моих Экспериментов Там Долбанула Посреди И Я Когда Я Размотал Понял Что Акула Засранец Куски Провода Спаивал Когда Туда Это Все Дело Мотал Но Весь Процесс Да То Олег Там Работал С Ним И Олег Все Это Знает Да То То Дальше Я просто взялся Уже За изучение Как И что С чем Соединять У меня Там Была Куча И неудач И удач И На систему Дышать Нельзя Было Как только Я пытался Уже Крикнуть Что Все Окей Взлетал На воздух Очередной Конденсатор И Выстреливал В лоб И тому Подобное Да То есть Ну Всякого Разного Было Да То есть Как бы Это самое Вот Однако Я говорю Что Про Акулу Олег Знает Много Я Уже Тоже Много Узнал Руслан А как Я не пойму Вот смотри Когда Ты уже Собираешь Говоришь Вот надо Через Бублик Через Наш Протащить Вместе С Конденсатором Который Накопительный По идее Там Должна Убежать Частота А это Ты говоришь Про последнюю Как бы Настройку Что Что Должно Убежать Частота Почему Ну Резонанс Ты же говоришь Резонанс Ну Накопительный Конденсатор Я так понял Резонанс Конденсатор Они все По 0,47 Микрофарада Почему Она должна Убежать Нет Убежать Убежать Конечно Она будет Все убегать Это Логично Это все Придется Подстраивать Во время Процесса Настройки Нет Я не Про это Вот Смотри Допустим Мы настроили Теслу Умудрились Дай бог С Вот этим С друссельком Она у нас Начинает Работать На Частоте Эпифиляра Допустим Мы сделали Этот Качер Для Дефиляра Который Тоже Работает Одна Сотая Или Сколько От него Не суть А потом Ты говоришь Надо Будет Вот Как сказать У нас Получается Как бы Ребята Извините Звонок Телефонный Был Вот Это самое То есть Вырубает Так По поводу По поводу Настройки Это конечно То есть Настройку Вам придется Производить И Кстати Хотел Сразу Сказать Что Система Очень Не любят Когда Подключена В розетку Земля И потом Еще В розетку Засунута То есть Сразу Говорю Надо Собраться Собраться Аккумуляторами Двумя 12 вольтовыми 7,2 ампера час Или там 8 ампер час И вот Этими Аккумуляторами Настраивать То есть Подключаете Систему Да Подключаете Подключаете Подготовить Платформу Так сказать Сборки И Начинать Лепить Вот таким Образом Только И дальше Уже Идет Настройка Я имею ввиду Для меня Вот непонятно Вот смотри Там Телефон Тебя Отвлек Допустим Настраиваем Наш Бифиляр Ну Гранат Вот мы Ее настроили Мы Настроили Для нее Индуку Мы Настроили Для нее Тестер Ой Тестер Теслу Теслу Все Она у нас Допустим Начинает Через антенку Лупить На этой частоте Все хорошо Ты говоришь Вот Заземляющий Провод У нас Должен быть Это который Как бы Верхний На гранате Остается Вот этот Мы должны Его пропустить Через середину Внутри Катушки И на землю А второй Провод Второй Через Конденсатор Пропустить Через наш Бублик Ну или Как там Так вот Когда мы Ставим Этот Конденсатор С бубликом Мы Получается Опять Входим В систему Явно Там Частота Уйдет Нет Частота Никуда Не уйдет Волновой Резонанс Так называемый Никуда Не уйдет Он Уже Резонанс Не изменится От этого ЛЦ Резонанс Уходит Да Гуляет Он Везде Там Гуляет Но ЛЦ Нас Не Интересует Мы Вообще Про ЛЦ Резонанс Надо Забыть Это Это Только ЛЦ Резонанс У нас Участвует Только В токовом Трансформаторе То есть Это Три Витка От Горшка Кондер И Вот Эта Херня Эта Индуктора Который Там Дает Этот Ток Вот То есть Вы Получаете Что Вы получаете Напряжение С Теслы Ток Получаете С горшка И Все Это Дело Соединяете Вместе То есть Склеиваете Когда Все Это По Фазе Совпадет Знаете Что там Будет Там Не Один Киловат Получите Просто Разгонный Разгоночный Этот Самый Напряжение Разгона 28 Витков Которые Я Говорил 26 28 Там Ну Смотрите Как Получится Главное Оставьте Место Чтобы Три Витка Можно Было Намотать И Там Было Расстояние Между Этими Самыми Витками 28 И Вот Этими Тремя То есть Посмотрите Как у Акулы Намотано Там Должно Быть Это Расстояние Обязательно Потому Что Иначе Там Дуга Проскочит Да У кого Есть Фото Выложите Пожалуйста Дайте Фот Так Да Выложите На Общий Чат Если У кого Есть Фот Если Нет Я Потом Ну Попозже Выложу У меня Просто Нет На Месте Ничего А Съем Мощности Допустим Надо Обязательно Одинаковые Делать Ну Допустим Вот Ты Настроил Допустим Сначала На 25 Ватт Потом У тебя Начинает Она Как бы Сгорать Допустим Смотришь К примеру Пошла Киловатт А можно Сделать Допустим Киловатт Он работает Ты Выключил И включил Допустим 500 Ватт Да Без Проблем И начинает Сбиваться Нет Моща Там Не Играет Большой Роли Ну Как Она Влияет Чуть Чуть Но Не Сильно То Скажем Там Ну Грузите И смотрите Сколько Там Это Самое Сколько Она Потянет Если Напряжение Падает Меньше 220 Вольт Уже На выходе Тогда То Или Повышается Ну Она Кстати А Забыл Совсем Сказать То Конденсатор Накопительный Конденсатор Надо Будет Подбирать Под Мощность Да То Есть Изначально Стартовая Мощность Может Получиться Там Ну 800 500 Ватт Где-то Так Да То Есть Дальше Вы Конденсатор Припаиваете Уже Параллельно Еще Один Какой-то Или Там Поменьше Что-то Да Смотрите По Этой То По Этой Системе Уже Сколько Вам У Этой У В В Этой Там Сколько У Меня 2 Киловатта Получилось Три Даже Почти Лампы Горели Во Всю Я открутил две штуки, смотрю, яркость повысилась. А, сперва нет, сперва не повысилась, сперва все на месте стояло, все нормально.